Вот как раз вы упомянули парад и тех семь лидеров, глав СНГ, которые присутствовали. В частности, спрашивают про Александра Лукашенко, поскольку непонятно, что с ним произошло. Он не присутствовал на завтраке, он был такой довольно, кажется, мрачный, уставший на самом параде, на обед он тоже не был приведен и не пришел, по крайней мере. Что с ним произошло, на ваш взгляд, и какие у вас есть по этому поводу предположения? Ну, вы знаете, ни один Лукашенко на этом параде выглядел мрачно. Вот я не видел ни одного жизнерадостного персонажа, включая самого, кстати говоря. Как-то непарадное у них было настроение. А Шойгу езжал на этом автомобиле в воинские части, тоже ведь не сверкал улыбкой. Хотя, в принципе, они же все нелупые люди, понимают, что роль такая, что надо решительным, полным румянца, энергии, с гордостью и счастьем говорить, здравствуйте, товарищи такие-то. Вот он все произносил, но как на похоронах. Что с Лукашенко было, ну, мне не доложили, как вы понимаете. И я знаю не больше ваше. Не попал, не пошел. Не смог или не захотел, вопрос второй. Но то, что мы с вами можем констатировать, это то, что на границе России и виноват Белоруссии, с начала мая появились пограничные пункты. То есть, раньше она была такая полусимволическая, тебя могли остановить, а могли не остановить. И чаще не останавливали, там просто въехал из Белоруссии в Россию и просто скорость сбросил немножко. Примерно как между Латвией и Литвой. А теперь там поставили вагончики, повесили шлагбаумы, значит, останавливать, всех проверять, всех проверять. И, конечно, это с трудом вписывается в ту картинку, которую нам уже 30 лет рисуют про союзное государство России и Белоруссии. Честно сказать, ну, никак не вписывается. Как раз преимущество этого союзного режима, это того, что ограниченных ограничений нет, единое пространство. Да, но Лукашенко до сих пор не согласен туда допустить рубль, рублевое пространство. У него свое экономическое пространство, у него свое финансовое пространство. Он понимает, что у него могут отобрать суверенитет. И вот, связано это или не связано, мне кажется, что связано, но появление вот этих пограничных застав и кислая физиономия господина Лукашенко, и какой-то там приступ болезни, настоящий или мнимый, из-за которой он не пошел на вот этот вот детский утренник, мне кажется, это признак того, что Лукашенко, который обладает, в общем-то, очень обостренным политическим чутьем, когда дело касается его персональной власти, это единственное, что волнует, но зато волнует очень сильно. И поэтому все его органы чувств на этом заточены. Так вот, мне кажется, что Лукашенко дистанцируется от Путина, и это тоже плохой признак, потому что этим верховым чутьем он улавливает запах политического трупа, который исходит из-за кремлевских стен. Но это еще не просто так веет слегка, откровенный такой вот покойницкий еще не пахнет, но некоторые там эфирные масла, там лекарства и прочее, видимо, своим обостренным политическим нюхом господин Лукашенко улавливает, и он не хочет тонуть вместе с Владимиром Путиным. Поэтому он не ввязывается в войну, он говорит слова, он там разрешает пользоваться своим воздушным пространством, но своих военнослужащих отдавать под команду Владимира Путина он не может позволить себе, потому что это будет означать, что он потеряет власть. Его власть висит на штыках, штыки должны подчиняться ему. А тут вдруг, значит, если он подчиняет их Путину, хотя бы в данных каких-то конкретных военных операциях или путинским генералам, то сам Лукашенко повисает в воздухе. Поэтому воевать за Путина он не будет. Держаться от Путина он будет подальше, чтобы тот не утонул его в кастре жирного на шее и на дно. Бороться за власть он будет бесконечно, пока ножки не протянет. Белоруссию он загонит в тупик, уже загнал, примерно так же, как Путин загнал Россию, но с властью расстаться он не может. И если бы Путин ему помогал сохранить эту власть, он бы его поддерживал. А если Путин является угрозой для его власти, он его немедленно сдаст и будет пытаться расшаркиваться, улыбаться в сторону Европы. Вряд ли с большой успешностью, но и небезнадежно, потому что и Европа, и Запад совершенно не хотели бы, чтобы Путин захватил еще и Белоруссию. Уж пусть лучше будет суверенная Лукашенкоская Белоруссия, чем Путинская. Так думают в европейских столицах, и Лукашенко это прекрасно понимает. Короче говоря, путинское хозяйство трещит по швам, и Лукашенко это понимает, и все остальные деятели из СНГ тоже это хорошо понимают. И на лицах у них это написано. Наши зрители просто активно пишут тоже на эту тему и пишут, а могли ли отравить Александра Лукашенко. Конечно, сразу эти предположения появились, поскольку были фотографии, как Лукашенко сидел то ли с перебинтованной рукой, то ли там был след от катетера кто-то обнаружил. Но очевидно, что по выражению лица казалось, что ему действительно физически нехорошо. И вот врачи ведь оценивают состояние лидеров, прежде чем отправить их в какую-то поездку. Врачи бы просто, наверное, не разрешили Александру Лукашенко ехать куда-то, если бы его состояние действительно было таким плачевным. Но как-то все это вот, или же настолько ультимативно было вот это вот приглашение на парад, что выбора просто не было у Александра Григорьевича, вероятно. Анна, ну, во-первых, хотел бы я посмотреть на врача, который не позволил бы Лукашенко куда-то поехать, если ему это надо. Я с трудом себе такого персонажа представляю. А вот политическая болезнь, это как раз зависит от Лукашенко. И тут, если он здоров как бык, но по каким-то причинам ему нужно заболеть, он, естественно, заболеет. И все врачи хором будут подтверждать его диагноз. То, что его там могли травануть, ну, мне кажется, не исключительным, но очень маловероятным. Потому что для того, чтобы все это провести, нужно сначала подготовить альтернативную структуру. Ну, устранил Путин Лукашенко. Вполне себе технический сценарий. Очень даже могу себе представить. Вполне в традициях путинской власти. Куда белорусская власть упадет? В чьи руки? Там надо иметь сформированную бригаду каких-то чекистов, которые будут работать на Луданку. За этим Батьк следит так, что, опять же, у него очень сильно развит инстинкт власти. У него там сынок службами безопасности руководит. А за этими службами следят другие службы. Ну, как у всех такого рода авторитарных лидеров. Все друг на друга стучат. И сформировать вот эту альтернативную систему контроля власти даже в путинской бригаде довольно трудно. Лукашенко никому не верит. Ну, вспомните хотя бы эту историю с 33 дружинниками, которые там в чешуе, как жар горя, год назад появились там под Минском. Он понимает, что это игра без правил, игра чрезвычайно жесткая, никому не верят. Поэтому, конечно, так же, как и Путин, никакие чаи он ни с кем распевать не станет. Но в рамках приглашения по понятиям пацанов на дружеские терки, именно этим Владимир Путина занимается, травить друг друга все-таки не очень принято. А главное, что функционально это реализовать тяжело. Потому что, ну да, конечно, коль скоро Лукашенко приехал в Москву, уж ему могли бы трусы намазать какой-нибудь дрянью новичком. Стоит ли? И что в результате ты получишь? Вот вопрос, на который у меня ответа нет. Поэтому, да, конечно, заманчиво там пообсуждать в рамках конспирологии, что вот его отравили, да не отравили. Не исключено. Но мне это кажется все вторичным. Так же, как и рассуждение о том, что Путин, не настоящий Путин. Такой он, как в Мариуполе, другой он, как в Мариуполе. Это все внешние проявления одного и того же феномена, который называется авторитарный режим. Коль скоро все замкнуто на одного человека. Ну да, могут использовать каких-то двойников. Кто-то кого-то может отравить. Но это все Морис Дрюон. Или еще какие-то исторические, драматические истории. А политика заключается в том, что Путин создал этот режим. Сколько этих Путиных? Без разницы. Мы имеем дело с путинским режимом. Авторитарным, тупиковым, который системным образом ведет страну в средневековый тупик. И неважно, Лукашенко, Путин. Про Лукашенко никто не говорит, что у него есть двойники. А про Путин только об этом и рассуждать. А какая разница? Если функционально, это практически одно и то же. И сколько этих Путиных? И сколько этих Лукашенко? В общем, вопрос второй. А первый вопрос это, что вот эта публика создает на той территории, которая имела несчастье попасть под ее контроль. Под их контроль.